Всем привет! Каждый день команда Универ Ньюз готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я Диана Шилова и мы начинаем. КФУ победитель открытого конкурса «Здоровый университет». Лицеисты КФУ победители соревнований «Робофест Татарстан-2018». В Казанском федеральном университете прошел день вьетнамской культуры. Новый год поистине интернациональный праздник, но в разных странах его празднуют по-своему. Итальянцы выкидывают из окон старые утюги и стулья со всей южной страстью. Жители Панамы стараются как можно громче шуметь, для чего включают сирены своих машин, свистят и кричат. 26 декабря слушатели подготовительного факультета КФУ познакомились с русскими новогодними традициями. О том, как это было, смотри в следующем сюжете. На подготовительном факультете КФУ учатся студенты из 42 стран мира. У каждого из них своя история страны, свои важные события, с которых все началось. Или природные явления, после которых можно подводить черту, делать выводы, радоваться и отсчитывать Новый год. Но не каждый из них знает, как празднуют Новый год в России. 26 декабря состоялся новогодний огонек для слушателей подготовительного факультета Казанского университета. Мы учитываем традиции русской культуры, чтобы иностранные слушатели познакомились с Дедом Морозом, со Снегурочкой, с праздничной елкой, со всеми традициями русского народа в новогодние праздники. Слушателям подготовительного факультета не только рассказали о новогодних традициях, но и, конечно же, познакомились с Дедом Морозом и Снегурочкой. У меня вообще бабушка русская, и мы проводили несколько раз с ней Новый год, так что я думаю, что какие-то обучения я знаю. Я здесь жил, я здесь вообще-то родился, я тут жил три лет, три года, три года. И, ну, я уже тут праздновал Новый год, мы на каникулах еще приезжали, ну, это первый раз мне так выступать на сцене, как вот так. Ну, я думаю, что все хорошо будет. Каждый год количество иностранных студентов в Казанском федеральном университете растет. В 2018 году в КФУ поступило более 3200 иностранных студентов, и каждому из них интересно познакомиться с культурой России. Диана Шилова, Леонардо Блетьяров, Универньюз. В период с сентября по декабрь 2018 года Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» проводились открытые конкурсы студенческих работ в сфере пропаганды здорового образа жизни «Будь здоров». И конкурс среди образовательных организаций высшего образования «Здоровый университет». Казанский федеральный университет стал победителем этого конкурса. Подробности в нашем сюжете. 24 декабря в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации прошла церемония награждения победителей и призеров открытого конкурса среди образовательных организаций высшего образования «Здоровый университет». КФУ стал победителем этого конкурса. Университет занял первое место среди 86 организаций высшего образования. Целью открытого конкурса «Здоровый университет» является выявление и популяризация эффективного опыта деятельности образовательных организаций высшего образования по внедрению оздоровительных технологий, пропаганде ценностей здорового образа жизни, профилактике наркомании среди обучающихся в образовательных организациях. Здесь наш университет действительно показал высокую систему организации работы в данном направлении, интересные мероприятия, хорошее оформление, структуру, и эта работа была оценена жюри конкурса как одна из лучших. Казанский федеральный университет впервые принимал участие в конкурсе. В рамках конкурса была максимально отражена деятельность по всем актуальным направлениям, которые касаются здорового образа жизни. Из года в год департаментом по молодежной политике проводятся различные мероприятия, призывающие молодежь и студентов вести активный образ жизни. Это и спортивно-оздоровительные мероприятия, различные видео-лекции, встречи и акции по профилактике наркомании и курения. Также в стенах университета реализуются инновационные программы и проекты, направленные на пропаганду ценностей здорового образа жизни. И в целом созданы все условия для формирования здорового образа жизни и негативного отношения ко всем вредным привычкам. Валерия Муратова, Ленар Довлетьяров, Универньюс. Ученики IT-лицея Казанского федерального университета выиграли татарстанский конкурс по робототехнике. Что ждет их проект в будущем, расскажем в нашем сюжете. Команда IT-лицея Казанского федерального университета заняла первое место на соревнованиях робофеста Тарстан-2018 в направлении робокарусель. Соревнования прошли в набережных Челнах. Нам помогло то, что мы очень упорно и долго готовились к этому ситязанию. Такие мероприятия нужны детям, это дает им знание, дает им желание в этом участвовать. В соревнованиях приняли участие свыше 250 участников из Татарстана в шести категориях. В состав команды IT-лицея Казанского федерального университета вошли Артур Еремов, Максим Краев, Салават Кадыров и Роман Погорельцев под руководством тренера Ильдара Латыпова. В проекте ребят было представлено три робота, которых ученики собрали и запрограммировали сами. Каждый из роботов выполнял задание. Первое это боулинг, то есть робот должен был с помощью мячиков сбить банки. Второе задание это прохождение маршрута с препятствиями. И третье задание это имитация лабиринта, то есть робот должен переместиться по лабиринту и уже переместить кубики и цилиндры также на другие его места. Благодаря победе лицеисты КФУ получили право представлять Татарстан на Всероссийском робототехническом фестивале Профест, победители которого могут претендовать на получение гранта Министерства просвещения Российской Федерации. У нас довольно-таки высокие шансы на победу в Москве. У некоторых роботов кардинально изменится именно конструкция механизмов для выполнения разных заданий. Артем Топичкин, Виолетта Басова, Универньюз. Сможет ли ребенок создать рекламу и раскрутить свой бренд? С подробностями Дианы Сафина. Очередной детский университет прошел в Елабужском институте КФУ. В процессе занятий были затронуты темы, посвященные изучению истории различных вещей, рекламе и программированию. На первом занятии маленькие студенты узнали много нового о столовых приборах, постельных принадлежностях, предметах гигиены и многом другом. На втором занятии студентам рассказали о мире рекламы. В ходе лекции студенты детского университета узнали плюсы и минусы менеджмента, а также на практике попробовали себя в разработке рекламы для товаров. Знаниями с ребятами поделилась специалист в сфере рекламы, доцент кафедры экономики и менеджмента Светлана Хусаинова. Цель занятия состояла в том, чтобы сформировать у учащихся понятие о рекламе, анализировать текст рекламы, как манипулирует реклама детьми, родителями и ориентироваться в информационном мире, что происходит, знать больше, лучше. Для родителей же была проведена лекция кандидатам педагогических наук Елены Юсуповой о том, как привить любовь к чтению у ребенка. Во время практической части образовательного дня ребята познакомились с языком программирования и сделали елочные игрушки своими руками. Я где-то уже второй-третий раз хожу сюда и хочу еще ходить. В скором времени для маленьких студентов проведут новогоднюю елку, на которой они смогут загадать заветное желание. Диана Сафина, Ильша Тахмадеев, Айдар Нурмиев, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошел день вьетнамской культуры. Организаторами мероприятия выступили Институт международных отношений КФУ и Вьетнамское общество Республики Татарстан Дон Кет. Подробности в следующем сюжете. На базе Института международных отношений КФУ прошел день вьетнамской культуры. Мероприятие впервые состоялось в Республике Татарстан. Вообще КФУ это очень авторитетный, большой исторический густ. И в последние годы Институт международных отношений и восстановления развивает очень динамично, сильно, и в том числе и по направлению Вьетнама. День вьетнамской культуры объединил в себе целый ряд мероприятий. Концертную программу, номера которой представили этнические вьетнамцы, проживающие в Татарстане. Конкурс чтения стихов на вьетнамском языке, а также знакомство с особенностями вьетнамской кухни и дегустация традиционных блюд. Второй год в Институте международных отношений КФУ реализуются образовательные программы, предполагающие изучение вьетнамского языка. В программу Дня вьетнамской культуры был включен конкурс вьетнамской поэзии, участие в котором приняли студенты первого и второго курса соответствующих направлений подготовки. Победителям были вручены ценные подарки. Будем надеяться, что в дальнейшем совместно с КФУ, с Институтом будем регулярно проводить такие праздники, для того, чтобы укрепить отношения, сотрудничество, дружба и развивать те направления, которые сейчас Институт и ВУЗ преподают. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!